добрый день дорогие друзья меня зовут анатолий вместе с вами сегодня я хотел бы коротко поразмышлять на тему общения не всегда человеку свойственно иметь выбор в общении с другими людьми природы и животными иногда он встречается с людьми не случайно с теми с которым бы не хотел встречаться или общаться в разных местах оказывается человек и не случайно что бог допускает испытания через общение его жизнь и мы не будем мудрствовать на человеческом уровне а попробуем взглянуть на это духовно через писание и это будет первое послание коринфянам апостола павла 5 глава в которой в начале апостол павел говорит о том что есть верных слух что у вас появилась блудодеяние и это среди верующих людей и мы обратимся к 5 главе начиная с 9 стиха я писал вам в послании не сообщаться с блудниками впрочем не вообще с блудниками мира сего или лихоимцами или хищниками или идолослужителями ибо иначе надлежало бы нам выйти из мира сего но я писал вам не сообщаться с тем кто называясь братом остается блудником или лихоимцам или идолослужителем или злоречивым или пьяницею или хищником с такими даже и есть вместе очень интересно очень интересно значит верующему человеку апостол павел заповедал заповедал не общаться с теми братьями или скажем так сестрами верующими которые продолжают оставаться блудниками лихоимцами хищниками или идолослужителями но апостол павел говорит общайтесь с людьми которые находятся в заблуждении которых враг обольстил и они еще не уверовали в спасителя нашего иисуса христа это большая разница и в первом псалтере в первой главе псалтеря очень интересные стихи стоят на эту тему блажен муж который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит собрание разворотителей это царь давид тоже говорил о тех людях которые верят в бога и не ходят на совет нечестивых и не сидят в собрании неверных тоже время верующему человеку очень важно проповедовать об иисусе христе для тех кто еще не познал бога кто еще находится в обольщении его теперь очень важно узнавать о том что бог от них милует а других ожесточает это его суверенная воля и поэтому многим людям непонятно почему происходит моление за своих близких за родителей за детей за братьев за сестер но ничего долгое время не происходит потому что бог определяет одних к милости а других к ожесточению и многое простому человеку непонятно все известно только живому великому богу иисусу христу и рассуждая на эту тему общение бог допускает жизнь людей испытания и это зачеты это экзамены при которых мы должны верующие люди проходить их эти испытания так как ожидает от нас бог и это в тренировку в укрепление нашего духа и нашей души а других людей которых он посылает к нам навстречу бог через нас хочет вразумить исправить если еще на это есть надежда общение просуждайте на эту тему я желаю вам божьей милости и благодати до свидания